ТАКСИ ГРАНД АВТО 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 Покушались исключительно на Тойоты в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в серии «Автокраш». ТАКСИ ГРАНД АВТО ТАКСИ ГРАНД АВТО В ходе обыска у задержанных оперативники изъяли два сотовых телефона, 8 сим-карт, банковские карты, сканер для вскрытия машин и другие необходимые в незаконном ремесле инструменты. В результате кропотливой работы оперативников и следователей удалось выяснить, что данная группа лиц продолжительное время специализировалась на краже дорогостоящих иностранных автомобилей на территории Новосибирска. На сегодняшний день установлена причастность подозреваемых к краже автомобилей Toyota RAV4 и Toyota Ranks. После проведения необходимых следственных действий автомобили также будут возвращены владельцам. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража». По решению суда подозреваемых арестовали. Сотрудники полиции продолжают собирать доказательства и устанавливать дополнительные эпизоды преступной деятельности фигурантов. Каждый день новая кампания для нарушения закона. Новосибирские таможенники пресекли работу нескольких десятков фирм-однодневок. У преступников своя бюрократия. Чтобы не платить таможенные пошлины, проводить контрабанду и совершать валютные махинации, они используют фирмы-однодневки. Деятельность 20 таких кампаний пресекли сотрудники Сибирской оперативной таможни при содействии Западно-Сибирской транспортной прокуратуры и областного управления Федеральной налоговой службы. А 4 новосибирца, двое мужчин и две женщины стали фигурантами уголовных дел по статье «Незаконное образование юридического лица». В ходе расследования данных уголовных дел было установлено, что созданные кампании не располагались по адресам их регистрации. Подготовка документов для незаконного создания фирм осуществлялась под прикрытием работы легальных организаций, в офисах которых сотрудниками Сибирской оперативной таможни были произведены обыски. В ходе обысков оперативники изъяли заготовки документов для регистрации фирм и около сотни фальшивых печатей, в том числе налоговые и миграционные службы разных регионов России, а также поддельные паспорта подставных директоров компании «Однодневок». К слову, для фиктивных руководителей закон тоже предусматривает наказание от крупных штрафов до реального лишения свободы. Стратегически важный объект под ударом. В Новосибирске прошли масштабные антисеррористические учения. Атаке подвергся завод химконцентратов, но совместными усилиями силовики дали достойный отпор вымышленному противнику. На этот раз в качестве мишени террористы выбрали одно из крупнейших предприятий города – Новосибирский завод химконцентратов. Подобные объекты, с учетом их производственной специфики, постоянно находятся под угрозой нападения. Руководство промышленного гиганта это отлично понимает и уделяет вопросам безопасности повышенное внимание. Это крайне важно, потому что сегодня ситуация такая в мире, что на самом деле подобного рода объекты, объекты использования энергии, становятся на самом деле мишенью или могут стать мишенью для разного рода организаций. Мы к этому тоже готовимся, мы готовим своих специалистов. По легенде учений, некая террористическая организация решила атаковать завод, чтобы похитить радиоактивные материалы для изготовления так называемой грязной бомбы. Ядерный взрыв с помощью подобного боеприпаса, конечно, не устроить, но заражение местности произойдет гарантированно. Боевики напали на НЗХК двумя группами. Одну из них силовики рассеяли и уничтожили за территорией, а вот другая сумела таки пробиться на режимный объект и даже захватить одно из производственных помещений вместе с заложниками. Чтобы обезвредить злоумышленников, спецназ пошел на штурм. Операция проходила, можно сказать, в экстремальных условиях. Ведь НЗХК предприятие весьма специфическое. Во время боевых действий могло произойти как химическое, так и радиационное заражение местности. Но силовики были готовы и к такому варианту развития событий. После победы над условным противником, последствия ЧП ликвидировали сотрудники специального подразделения МЧС, которое непосредственно отвечает за безопасность завода химконцентратов. Показали мероприятие по ликвидации условного пожара и эвакуации, скажем так, контейнера со спецпродуктом. Наше подразделение специально обучается, есть личный состав, имеет на вооружении специальную технику. На вооружении сотрудников специальной пожарно-спасательной части имеется даже робот, с помощью которого они и вывезли из условно горевшего здания контейнер с радиоактивным материалом. В целом же стоит отметить, что несмотря на не самые благоприятные погодные условия, все службы действовали быстро и слаженно. В результате коварные планы виртуальных злодеев провалились. Леонид Лишенко, Алексей Зубило, экстренный вызов. Услышал крики о помощи и схватился за ружье. Руководство областной полиции поблагодарило военнослужащего за то, что он предотвратил тройное убийство. Спасибо за проявленное мужество. Почетную грамоту и военный бинокль старший прапорщик Игорь Амельченко получил за смелые и решительные действия при задержании предполагаемой преступницы. Рискуя собственной жизнью, бдительный сосед освободил маленького заложника, к горлу которого злоумышленница приставила нож. Что-то вообще изменилось в вашей жизни после этого события? Да, спокойствие ушло маленькое. Потому что везде показали. На улице узнавать не начали? Начали. 31 октября двое вооруженных до зубов подростков ворвались в квартиру своей подруги, чтобы расправиться с ее семьей. Сейчас 16-летние фигуранты находятся в изоляторе временного задержания. Следователи разбираются, что толкнуло подростков совершить покушение на убийство трех человек. На этом все. Информация о происшествиях и преступлениях. Сообщайте по телефону 310-2005. Будьте осторожны и соблюдайте законы. Увидимся на канале ОТС. Такси Гранд Авто – новое мобильное приложение. Скачай в Google Play или App Store приложение для Такси Гранд Авто и заказывай такси еще дешевле. Теперь заказ такси одним нажатием кнопки. Подробности 3, 5, 5, 10, 10. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова